Владимир Борисович Крамник, 14-й чемпион мира, оставил профессиональные шахматы в 2019 году. Но, конечно, шахматы никогда не отпускают полностью. И с тех пор он регулярно играет в онлайн-турнирах, в том числе на сайте chess.com в титульном вторнике. И Владимир Крамник стал тем человеком, который стал обращать внимание на вопиющие случаи читерства. Один из гразмейстеров, которые наиболее всего его зацепили, это перуанец, который нынче выступает за Мексику, Хосе Мартинес под ником Жаспем. Дело в том, что Жаспем никаких результатов в классических шахматах не показывал, ничего серьезного. 2 600 рейтинг у него примерно, но с Владимиром Крамником у него счет, внимание, 9-1 на сайте chess.com в титульных вторниках. Он просто уничтожил, деклассировал чемпиона мира. И вот вы можете сейчас видеть фрагменты этих избиений. Крамника просто уничтожают. И, конечно, нервы у 14-го чемпиона мира сдали, после чего он начал писать различные твиты с намеком, что Жаспем играет нечисто. Хосе Мартинес начал отвечать. И, в конце концов, слово за слово, Мартинеса реально многие стали подозревать в читерстве. И даже команда chess.com приехала к нему в Мексику для того, чтобы поснимать, как он играет титульный вторник. Вот вы можете видеть фрагменты этого фильма. И, кстати говоря, по счастливому стечению обстоятельств, при этой съемке Мартинес занял второе место. Но и это Крамника не удовлетворило. Он написал твит о том, что Хосе Мартинес играл слабо, ему просто повезло. Ну, конечно, тоже довольно странное заявление. Занял второе место человек. Но, тем не менее, Крамника это не удовлетворило. И тут напросился естественный выход. Сыграть матч офлайн между Владимиром Крамником и Хосе Мартинесом. А также добавить онлайн-часть, но под присмотром независимой комиссии, для того, чтобы исключить риск читерства. Нашли спонсоры. Самое главное – желание у обоих гроссмейстеров. И в итоге мы увидели грандиознейший матч 14-го чемпиона мира против подозреваемого в читерстве Хосе Мартинеса. И в этом ролике мы посмотрим первую часть этого противостояния, которое не обошлось без жутких скандалов, из-за которых матч пришлось практически прервать. Приветствую вас, дорогие любители и знатоки шахмат. С вами сегодня мастер Фид Максима Мариев. И прежде чем начать обзор партий, давайте я вам покажу, какой же у нас формат матча. Запланировано 18 партий за живой доской и 18 партий онлайн на сайте ches.com. С контролем времени 3 минуты плюс 2 секунды добавления за ход. Место проведения – казино в Мадриде с 7 по 9 июня. Кстати говоря, сегодня будет решающий стрим, где мы вместе с Варухом будем следить, кто же выиграет этот матч. Поэтому обязательно приходите на трансляцию 18 на 0 по Москве. Немножко расскажу о самих гроссмейстерах. Владимир Кравник – это 14-й чемпион мира, легенда шахмат, просто в последнее время балуется на сайте ches.com. Он обыграл Гарри Каспарова в матче. А его соперник – это, можно сказать, ноунейм, 25-летний Хосе Мартинес, который, кроме как в интернете, нигде себя ярким образом не проявлял. Зато на сайте ches.com он просто всех разрывает. И в связи с этим его начали подозревать в читерстве. Вот какое положение дел у гроссмейстеров. Рейтинг в классику, как мы видим, у Крамника намного больше, в Рапид тоже больше, в Блиц рейтинг Фиде у него чуть меньше. Но на сайте ches.com рейтинг у них примерно равный, но при этом счет 9-1 в пользу Хосе Мартинеса. Как такое может быть? Конечно, это вызвало кучу вопросов у Крамника. Какой-то парень, перуанец, обыгрывает чемпиона мира со счетом 9-1. И в день было запланировано по 12 партий. Сначала 6 партий за доской и 6 партий онлайн. И, пожалуй, пришло время для того, чтобы начать обзор этого матча. Первая партия за живой доской завершилась миром. Крамник стоял хуже, как мы видим, даже без пешки. Но в итоге с помощью активной ладьи он привязался к пешке c6. Пешка на h4 также здесь не жилец. Крамнику удалось спастись. Во второй партии, как мы видим, белые здесь пытаются атаковать на королевском фланге. Но у черных довольно активные фигуры. И все, что необходимо было сделать, это немножко укрепить центр. Самый грамотный ход это f6. Укрепляем пешку на e5, плюс обрубаем ферзя, который нападал на ладью d8. Все-таки линию отдавать не хочется. Но Владимир Крамник защищает ладью иным способом. Он играет ферзь b8. И этот ход натыкается на жуткую тактику, которую, надо отметить, Хосе Мартинес смог найти. Словно а7! Мощнейший ход! Его смысл в том, чтобы отвлечь ферзя. На ферзя 7 мы забираем ладью на d8 и остаемся просто с лишним качеством. А на d1 мы не успеваем пробить промежутки, потому что это взятие без шаха. Просто нас заберут ферзя. Да, мы можем где-то, конечно, там съесть две ладьи, но на e5 забирают, висит ладья, висит конь еще при этом. Черные остаются без материала. Поэтому Владимир Крамник здесь подумал-подумал играть g5. Это неплохое решение, перекрывать этого ферзя. На b8 брать смысла нет, потому что черные ферзя отыграют. Следует hg, взятие на проходе, и комбит g6. Конь нападает теперь на ферзя. После ферзя в 6 здесь можно было пойти в глухую оборону, сыграть ферзь c7. Проблема в том, что у ферзя мало полей для того, чтобы защищать ладью. Либо поле c7, либо поле c8. Только с этих двух клеток ферзь защищает ладью. А после ладья c1 теперь у нас есть ход ферзи e7. Конь на g6 очень помогает, очень спасает, потому что если бы его не было, пришлось бы брать здесь ладьей, и ладья на d8 терялась. Но поскольку у нас есть конь, мы забираем этого ферзя. Да, все равно здесь у белых перевес. Где-то сломбы 6 могут сыграть. Пешка на a5 под давлением. Два слона. Но можно сопротивляться. Владимир Кравник избрал иной путь. Он жертвует ферзя. Ладья d1. И надо сказать, удачное решение, потому что Мартина забирает на e5. Отдает одного из своих слонов. Также пешку на a2. Но и тут стало казаться, что вот-вот Владимир Кравник сделает ничью. Она не за горами. Ничья не за горами. Тем более, что пешка на b3 явно тоже не желез. Ладьи соединены. Сложно одну из ладей потерять, когда они друг за друга держатся. Как братья. Братья по оружию. Вот пешку на b3 уничтожили. Фланга нет. Тут видно, что позиция ничейная. Но Владимир Борисович немножечко потерял бдительность. Да, вот ладьи соединены. Это все здорово. Ладья h5 шаг. Можно было ладьи по пятой горизонтали поставить, чтобы не давать пешкам двигаться вперед. Но Кравник играет король f8. И вот это уже рискованная позиция. Но вот обе ладьи не защищены. Зачем же так рисковать? И на самом деле допускает зевок Кравник. Ферзя 3 шаг. Ну и король g8 решающий зевок. Надо было здесь возвращаться Владимир на c5. Тут еще был шанс спастись. Но теперь следует несложная комбинация. Думаю, вы ее нашли. f5. Освобождение пространства для ферзя. Теперь в случае взятия следует вот такая вилка с поля g3. И теряется ладья. Можно было еще так сыграть. Но зачем-то король g7 сыграл Кравник. И такой редакции отдает ладью. И сдался. Хотя можно было еще посопротивляться. Вот в этой позиции. Где-то там ничейные стойки всякие маячат. Но, например, вот эта позиция. Мне кажется, даже она вроде как ничейная считается. Теоретически, если я ничего не путаю. Просто ладья ходит по полям е6 g6. И сложно эту стойку пробить. Но, видимо, тельтанул Кравник. И даже не стал пытаться. В итоге Хосе Мартинос павел в счете. Прежде чем двинуться дальше, напоминаю, дорогие друзья, про наш телеграм-канал, где оперативно выходит контент из мира шахмат. Обязательно подпишитесь. И затем продолжайте просмотр ролика. И, конечно же, напоминаю про нашу обучающую программу «Школа победителей», которая ведет до первого разряда и выстраивает базу. Там все, что нужно знать до первого разряда, а также наши занятия с Фарухом будут выкладываться в закрытом клубе. Доступ к нему вы получаете бонусом при оплате полного курса всего годового. Присоединяйтесь. Также есть стартовый тариф, если вы не уверены. Но лучше залетайте сразу с Бобром на байке. Так больше кайфа. Жду вас на лучшей обучающей программе до первого разряда. Далее у нас возник вот такой равный. Ладей на Эншпель. Ну, чуть-чуть поприятнее у белых за счет лучшей структуры. И Ладья Ц6 играет Владимир Крамник. Нападает на пешку Б6. Происходит размен. И почему-то Мартинес решил сохранить обе ладьи. Это, конечно, грубая ошибка. Надо было меняться тут. Играть Ладья А5 и держать вот эту позицию. Да, она похуже. У белых лучшая структура. Но в целом тут, конечно, ничья. Но Ладья А2 играет Хосе. Видимо, решил увеличить отрыв в счете. Пока что защитил на Д5. Ну, а Крамник переводит вторую ладью на вертикаль Ф. Идеальное положение. Потому что мы не только нападаем на Ф6, но и защищаем пешку Ф2. Черный играет Ладья Д2. Ладья Ф3. Взяли на Д4. Мы забираем на Ф6. Вот Ладья А2 играть смысла нет. Потому что у нас пешка защищена нашей ладьей. Ладья бьет Ф6. Ладья А7. Ладья Д6. Король вышел на Ж2. Ладья А4. Не самый четкий ход. Все-таки ладью надо было держать по седьмой горизонтали, чтобы защищать пешку. Здесь же Крамник просто идет на Д7. Забирает пехотинца. И быстро сооружает матовую сеточку. Тут уже от мата не уйти. После А5 Мартинусу просто приходится сдаться. Поскольку на А6 следует вот такой мат. А если А6 не играть, допустим, на Д2, то мы сами играем А6 с матом. Блистательный какбэк у Владимира Крамника. После трех партий счет равный. Четвертая партия. Владимир Крамник играет черными фигурами. И здесь он нашел отличное позиционное решение, которое вы также можете прямо сейчас найти. Он портит структуру соперника с помощью хода конь Е5. Конь стоит под бой. Но дело в том, что после взятия на Д7, а ферзь висит, мы не успеваем съесть коня, пока что ферзь висит. После взятия на Д7 у нас есть промежуток комбета в три шаг. На ЖФ слон Д7. Структуру мы испортили. Как мы видим, у белых четыре пешечных островка. У черных два. У белых все пешки почти слабые. И, конечно, это обстоятельство Крамник использует. Здесь уже пешка на А3 теряется. Точнее было сыграть С4, чтобы где-то на взятие на А3 слона отсечь. Ну вот он отдает эту пешку, позволяя создать отдаленную проходную Крамнику. Чем тот, конечно, непременно воспользовался. Здесь Крамник защищает пешку на А6. Активизирует Короля. Да, может быть, техника не идеальна, но это Блиц. По сути, Крамник постепенно наращивает давление. Подразменялись они тут. Проводит G5, F4. И здесь Жаспем что-то поплыл. Решил пожертвовать фигуру. Но если играть С4, то после АЖ, конечно, у черных перевес. Король куда-нибудь стал бы на Е4. Пешка на А3 слабая. Поэтому он решил рискнуть, жертвовать фигуру. Крамник забирает на Е3. Кажется, что вот-вот прорвется ферзь. И тут, конечно, в прямом эфире мы немножечко подофигели. Потому что были глюки на Ческоме, даже при трансляции. Ой, как хорошо. Ладя Б8, давай, назад, назад, назад. Блин, я думал Ладя Б5 сыграл. Не, Ладя Б8. Это... Черт. Шутки, шутки. Черт. Я Ческом пранканул просто. Но, к счастью, не Ладя Б5 последовал, а Ладя Б8. Крамник видит, что пешка хочет стать ферзем. Ладя А4 защищает свою единственную проходную. Жаспе. Точнее, самую важную проходную. Ну, вскоре до нее добирается Крамник. И здесь очевидно, что позиция абсолютно выигранная. И Владимир Борисович после четырех партий ведет в счете. Пятая партия за живой доской завершилась миром. Вот здесь вот таким повторением соперники согласились на ничью. А шестой поединок, к сожалению, ознаменовался крахом для болельщика Владимира Крамника. Здесь после хода конь H5 видно, что белые поддавливают. Хотя, казалось бы, два слона всегда считаются сильнее, чем два коня. Не тут-то было. Здесь лошадки решили взять реванш. Ну, и дело в том, что у белых активные ладьи по седьмой горизонтали в обжорном ряду, так называемом, стоят. Вопрос, куда выбирать слона? Надо его убрать так, чтобы максимально вырезать коней соперника. И идеальная клетка для этого – поле А1. Потому что поля С3 и Б2 заняты вражескими ладьями, они простреливают эти поля. На Д4 вставать не хочется, потому что мы перекрываем действия ладей, и у нас сидят слона. Поэтому слон А1 – единственная клетка. Единственная, но достаточная. Мы простреливаем эти поля. Конь на Е5 не встанет, на Ф6 не встанет. Ж7 поле тоже контролируем. Все защищено, все отлично, все прекрасно. На конь Ж5 с идеей дать мат на поле Б8. Можем просто король Ф8 сыграть. Короля увезти куда-нибудь на Е7. Все нормально здесь. Но крамник играет слон Д8. Недооценивая идеи соперника. Думал, что ладью надо убирать. Но нет. Белые просто связывают слона, играет ладья Б8. Хочется слона убрать с поля Д7, чтобы защитить на Д8. Тут уже проблема. Если играть слона А4, к примеру, то конь Ж5 следует. И здесь просто грозят всякие маты. К примеру, Е5 сыграли. И можно банально даже сесть вот так на Д8. Дать шаг конь Ф6. На король Ф8 ладья Ф7 мат. На король Х8 ладья Х7 мат. Ну, к примеру, как иллюстративный вариант. Поэтому слон С6 играет крамник. Но следует просто ладья Б8 и ладья С6. После чего у белых два коня за ладью. Ну, и, конечно, два коня здесь гораздо сильнее. И позиция, строго говоря, выигранная. И завершилась она вот таким симпатичным матом на поле H5. Своебразный кооператив у нас такой произошел. И так закончился первый игровой день за живой доской. Но дальше настала очередь онлайна. И здесь были самые горячие события. Которые вызвали жуткий резонанс во всем шахматном мире. Первая онлайн партия. И, кстати говоря, прежде чем ее начать, им выдали новые ноутбуки. Все было красиво. Запечатанные ноутбуки HP. Но, правда, возникли проблемы. Видимо, не успели накатить винду. Пришлось скачивать с торрентов где-то ее. Я не знаю, или что они там делали. Обновлялся Windows, может быть. Но они буквально час ждали, пока там настроят компьютеры. Это было серьезное промедление. И в итоге, спустя час, партия началась. Владимир Кравник играет белыми фигурами. Это первая онлайн партия. Они сидят спиной друг к дружке. И здесь Кравник получил позицию поприятнее. Видно, что он нападает. Здесь напал на мат на поле H7. Еще раз нападает на мат. Единственными ходами защищается Жаспем. Слон D5 еще нападает на F7. Ну и тут видно, белые владеют большой инициативой. Стоит сыграть еще F4. Ну и практически вскоре белые заматуют. Если играть конь D4, то можно Fе банально шлепнуть. Здесь линия F скрывается. Мы добавляем удар на поле F7. Например, на слон Е5. Можно как сесть на F7, так и еще более сильный вариант. Небольшая тактика. Ферзь Е4. Напали на слона. А в случае его отступления, например, на поле G7 мы играем. Ферзь бьет G6. Пользуясь тем, что пешка связана и грозит мат с поле H7. Просто все фигуры принимают участие в атаке и мат неизбежен. Ну вместо хода F4. Да, кстати, на ЕД был еще ход F5 здесь. И такая атака. Вместо этого Крамник играет комби от F7. Просто грубейший зевок. Какой-то невероятный просмотр. Видимо, он зевнул, что ферзь защищен конем. Он считал, что надо играть ферзь бьет H4. И здесь у нас есть промежуток комби от D6 шаг. Затем король отходит. Можно сыграть GH. И у белых лишняя пешка. Все прекрасно. Видимо, он зевнул, что после ладья F7 он просто ферзь защищен конем. И в результате белые отдали две легкие фигуры за ладью. У черных колоссальный перевес. Ну и вскоре его Жаспем реализовал. Просто на ровном месте Крамник рассыпался совершенно нелепо. Так завершилась первая онлайн-партия. Но гораздо больше шуму наделала вторая онлайн-партия. Где Владимир Крамник играет черными фигурами. Здесь, после хода ферзи H3, он продумал довольно долго и сыграл H5. С этого момента я предлагаю перейти на онлайн-фрагмент нашего стрима. Чтобы вы могли следить за показаниями часов. Поскольку это важно в дальнейшем контексте. Я бы пошел, наверное, Макс, H5. Страшно выглядит, конечно, там слуг E6, F1, E6, F1, D7, уйдем. Ой, я красавчик, Макс, ты видишь? Как ты там Меринг называешь? Альфа-Сигма. Альфа-Сигма. Хорошо, хорошо. Отфиксировал движку. Так, Макс, ты ему случайно там наушник не дал, чтобы он наслышал? Было бы здорово, конечно. Я бы очень хотел, чтобы Крамник выиграл любой ценой. Нет, нет, ну не такой ценой, Макс. Ну ладно, не настолько, да, большой ценой. Так, 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 не зимний, не зимний раз. С другой стороны, обыграть читера, его же оружием, это тоже так символично. Не знаю. Так. Так, ну теперь как-то E5 в какой-то момент надо пойти. Ой, ну зачем? Вот, если ты, мы же улучшаем его фигуры. Зачем, зачем? Так, не надо. Не надо. Так, на и 6 нигде не треснет сейчас. 20 секунд грозит, грозит треснуть. Ой, коня куда девать? Надо зачем-то слона поменять. Славная F6 поставил, в принципе, неплохо, так, покрепче. На C3 даем. Вот самое страшное, это вот сейчас, когда секунды остаются. Ну, этот паренек-то, понимаешь, он, 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 у него большую... Не, взорвать эфирсы 5 сыграем. Мамми, пешки, грёбаные эти, блин. Дешевые пешки, забирай. И все, и на технику. Так, ничего, сдеваем. Как будто что-то ползунок, да там. Снаплял, один на F5, мало. Так, стоп, шах какой-то. Качество, грёбаная. Да нет, ничего, 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 давай, бей, бей, бей. Ладя H6, а что делать, там Ладя H1 потом. Не понял, а что делать-то? Ладя, как это Ладя H1 спасаться? Ой, Ладя H6 ударил. Секунды, секунды, блин. Король G8 играет, нормальный ход, кажется. Ладя H7, бомбер, блин. О, разминал ферзей, но на F7 висит. Качество жертвовать или нет? Да зачем, Ладя H8 защищает, спокойненько. Ладя C5, Ладя C5, крепко на G5 висит. Опа, на три результата каточка пошла на G5, забирай. Забрал, забрал. Поплыл Жосси, поплыл Жосси. Какой Жосси, Макс? F5 ходи, F5 защити. Вон, C4, теперь F5 надо защитить. Молодец, вот и есть техника. Смотри, Макс. Кладка. Все, Ладя C6. Кладка Сигмы у Владимира Борисовича. Ой-ой-ой, Сигма. Молодец, молодец. Блин, король праздник прошел, что-то не очень нравится. Наплевать, наплевать, Макс. У нас своя курма. И понеслась, F4. Время наварили, но, блин, это пешка. Тоже там сейчас, при поддержке короля. Может набедокурить. Так, Ладя не ходит. Не, ну, неужели это предложение ничьи? Ну и что? Ничья-ничья, черный мит, нормально. Это не согласен. Так, Ладя Е7. Пошел вперед. На победку, хватит уже нячься с этим молодым. Вообще не надо нячься. F3 погнал, преред, пешку. На, кайшалка, F3. Понесла. Сейчас отдаст слона в тильте. Ой-ой-ой. Смотри, вот как он играет. Как слабо играет Тейншпиль. Все, Гладя Е4, выиграем партию. Короля веди на G2. Короля на G2. Шар, шар, шар. Блин, надо чистого всерзя проводить. Гладя D1 сейчас. Чистоганом! Я хочу Чистоганом, Фарух! Я хочу Чистоганом. Чистоганом! Стоп, стоп. Не знаю, не куча Стоганом, Макс. Мир Чистогана. Мы сегодня... Блин, на B3 съешь. Лан, тогда уже на B3 съешь. Съел. А, на C6 сбил. А, ой, блин. Не зевнул. Мой зевнул. Ладьев 8. Ладьев 8. Че он, зачем повторяет-то? А тот почему-то не повторил, не пойму. Так, стоп. Так, Ладьев опять не надо играть, наверное. Блин, да какой игрок он, Ладьев опять? Ты что делать? Бес вселился, что ли? Ничем. Блин. Ты, елки-зеленые. Как хорошо его переиграл и не добил. Ну ладно, ладно. Нормально, 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 нормально. Вот такая эмоциональная партия. Конечно, Крамника мог легко выиграть здесь. Самое простое, вот в этот момент сыграть Ладьев 4. Просто слон висит. Его держать нечем. На Ладьев 1 и в 2 играем. Элементарный выигрыш. И у Крамника было больше 20 секунд. Но он-то думал, что у него... Внимание. Несколько секунд. Он думал, что в этот момент у него 2 секунды на часах. И сразу после партии он пожаловался арбитру. Начался жуткий скандал. Выяснение, почему у него показывало несколько секунд. Он играл быстро из-за этого. И это первый момент, который его смутило. Ему пришлось играть быстро. И он прошел мимо выигрыша. Кроме этого, на часах у Жаспэма часто показывались нули. Крамник уже расслаблялся в этот момент. Думал, ну все, я выиграл по времени. А потом хоп, у него сразу там несколько секунд. И это Крамника тоже раздражало. И поэтому он потребовал как-то разобраться в этой ситуации. Начался жуткий скандал. Более чем на час затянулось выяснение отношений. И в результате договорились о следующем. Дальнейшая часть матча будет сыграна за оффлайн доской. Потому что Крамник потребовал играть на других площадках, кроме как на Ческом. Не захотел он играть на Ческоме. Но как мы помним, у него есть давняя обида к этой платформе. Поскольку они его забанили на несколько месяцев после инцидента, когда Владимир Крамник играл под аккаунтом Дениса Хисматулина. Он об этом публично заявил, признался. А это запрещено правилами платформы играть под чужими аккаунтами. Ну и в целом, как бы он получил справедливый бан на три месяца. Поскольку нарушил правила платформы. И у него очевидно затаилась обида. Плюс вот этот инцидент с Чесами. И он захотел играть на любой другой платформе, кроме как на Ческоме. Но я так понял, Ческом принимает участие в организации. По крайней мере, послали съемочную бригаду, чтобы снимать Хосе Мартинеса. Это же не просто так все. Они здесь также заинтересованное лицо. Хотят платформу пропиарить. И поэтому они были против, чтобы играли на других сайтах. И чтобы матч не сорвать, уже речь шла об этом. Договорились об игре на оффлайн доске. Ну и давайте закончим с этим инцидентом, касательно добавления времени. К сожалению, камеры не отфиксировали, чтобы у Крамника на часах оставалось несколько секунд. А на самом деле было под 40 секунд. Но арбитр, который следил за его монитором, подтвердил версию Владимира Крамника. Поэтому его апелляцию удовлетворили. К сожалению, пруфов у нас никаких нет. Ну разве что вот этот фрагмент видео, где кто-то стримит и видно, что скачут показания часов. В том числе и на нашем стриме с Фарухом такое возникало. Но это непонятно, как было у самого Крамника на мониторе при этом. И вот у нас началась оффлайн-партия следующая. Здесь Крамник играет белыми фигурами. Слон С3. Четкое решение. Слона он хочет перевести на Б4. А вот Мартинес не понял идею соперника. Он играет слон А6. Надо было сыграть слон Д7, чтобы как-то слона сюда пытаться выводить. При случае на А4. И не загораживать Ладью, что самое главное. После слона А6 Крамник принимает блистательно позиционное решение. Слон бьет А5. Он отдает своего слона взамен коня, который стоит на краю доски. Но портит структуру соперника. Далее играет Ладья Е1, защищая пешку на Е2. Хочет провести Е4. Ферзь Д6 последовала. И Е4 проводит Владимир Крамник. Ферзь Д6 также не слишком удачно встал, потому что грозит Е5. Надо забирать. И после взятия и взятия у нас вилка. Висит Ладья. Висит пешка на А7. Белые выигрывают пешку. Здесь надо, конечно, слона убирать, потому что его грозят поймать. Слон вернулся. У тебя Д1. Пока что забирать на А3, либо ходом ранее на Д4 смысла не было. У черных висела в свою очередь пешка на С7. В результате здесь происходят небольшие изменения. Слон тошел на С2. Ферзь здесь защищает Ладью на Е1. Все схвачено. И слон Е2 следует. Хосе пытается соорудить какую-то контр-игру. Атаку по белым полям. Слона перевести на Ф3. Ферзя на А3 и поставить мат. Следует Ладья А1. Можно было даже на А4 съесть. И затем на Е8. Вполне возможный вариант. Потому что на Е1 защищена Ладья. Но тут у нас уже мало времени. Поэтому Ладья А1 абсолютно такой естественный ход. По-человечески. Ферзя А6. Хотя проще было съесть пешку на Д4. Но пошел за матом Хосе Мартинес. Слон беда А4 забирает пешку Владимир Крамник. Ничего не боится. Слон Ф3. Сооружает матовую конструкцию Хосе. Ладья Е7 последовала. Но действительно если играть слон беда Е8 здесь. То после Ф3 уже нет защиты от мата. Поэтому Ладья Е7. Здесь конечно Ф3 играть большого смысла не имеет. Просто вот так забираем. Даем шаг на С2. Слоном. После Ж6 забираем на Ж6. Если Король Ж6. То Ф6 шаг. И вернулись на Ф1 в оборону. Вот такие варианты. Поэтому забирает на Е7 пока что. Ф5 играет Крамник. Прикрывая поле H3. Нападая на слона. Слон Е4 следует. Ферзь С8 шаг. Ну и здесь Владимир Борисович. Допускает ошибку. Надо было Ферзя на Ж4 поставить. Но он играет Ладья Е1. И у Мартина за считанные секунды на часах. Смотрим этот момент. В реал тайм режиме. Блин Ферзь H3 сейчас какой-то ход зарядит. Не, Слон G2 это глюк. Это глюк. Это глюк ребят. Слон Ф3 сыграл. Ой-ой-ой. Замануха на Ладья Е7. Ферзь С1 будет с матом. Что, уже результат есть? Подождите, что происходит? Что-то... А, Слон G2 сыграл что ли? Я не понимаю. А, время уронил. Флаг. Флаг уронил. Он Слон Ф3 наверное сыграл. И Флаг уронил. Я так понимаю. Хосе Мартинес просто не успевает сделать ход и роняет флаг. Но надо сказать, что он хотел сделать грамотный ход с Лоной Ф3. Он нашел хорошую идею. Дело в том, что здесь, если забирать на Е7, то Ферзь С1 шаг с дальнейшим матом. Поэтому надо было бы куда-нибудь убирать Ладью, например, на Ф1. Ну и в целом здесь все равно пара лишних пешек убил. Ферзь контролирует поле H3. Позиция хорошая. Но вот так завершилась партия. Черные не успели продолжить борьбу. Следующая партия. Крамник играет черными фигурами. Переиграл. Линию Е захватил. Торгает с Ладьей. Нападает на слабые пешки. И постепенно усиливает свою позицию. Тут чувствуется чемпионская кладка. Вот это мастерство. Ставит фигуры на нужные поля. Здесь сгоняет коня. Забирает пешку. Конь подвисает. Б4, чтобы никто не съел. Правда здесь комбинацию легкую зевает он. Хотя Б4 было. И конь Д5 с конь Б4. Хотя это, наверное, все равно там выиграно. Следует конь А4. Попытка защитить пешку, видимо. Ну и здесь просто Крамник активизирует свои фигуры. Наступает по полной программе. У него три лишние пешки. И после Б3 Хосе Мартинес просто сдается. Грозит Ладья Б4. Король проходит на Ц2. Впечатляющий разгром. Крамник ведет в счете. После этих двух побед подряд. В следующей партии у Владимира Борисовича была очень перспективная позиция. С лишней пешкой Владейники. Но не смог он ее дожать. В результате партия завершилась миром. И последняя партия первого игрового дня. Крамник идет в атаку. Да, он без пешки. Но король соперника явно в опасности находится. После конь Е3 и Ладья А1. Здесь был супер голевой момент. Вы можете попытаться его сейчас найти. Владимир Крамник, имея 5 секунд на часах, к сожалению, этого сделать не смог. Был ход конь Д1. Ход, который создавал матовую сеть. Например, на Ладья Б1. Просто играем в одежде 2 шаг. На король Х1 конь Ф2 мат. На король Ф1 играем конь Е3. И вот такой ставим мат. Абсолютно несложная комбинация. Даже не комбинация. Просто такой перевод коня. После чего белому пришлось бы сдаться банально. Но если играть слон Д4, пытаться здесь держать поля, мы просто этого слона съедим. А если король Х1, то конь в 2 шаг. Забираем на Х3. Потом можем съесть на Ф4. Даже если захотим тут съесть. Ну, короче, как душе угодно. Либо вот такую даже матовую конструкцию соорудить. В случае этого хода король Х3, Ладья Х2 мат грозит. Да тут уже не защитится. Ну, Крамник играет конь С4. И в результате решил объявить вот такой вечный шаг. Первый игровой день. Владимир Крамник закончил с плюсовым для себя счетом. Вы можете видеть его сейчас на ваших экранах. В онлайн части из двух партий он уступил. Но в целом он ведет в счете в матче. И после снова начались разборки. Разборки суровые. В результате они привели к следующему. Онлайн часть решили просто аннулировать. Эти две партии, которых повел в счете Хосе Мартинос. Одну из них он выиграл. Их просто отменили. И в итоге счет стал таким. 6-4 после первого игрового дня. Матч решили сократить. 14 партий оффлайн и 14 онлайн. Причем все онлайн партии в один день решили провести. А вот во второй игровой день только 4 партии за оффлайн доской. Конечно, это большая уступка со стороны Хосе Мартинеса. Он буквально удовлетворяет все требования Владимира Крамника. Ну и давайте посмотрим, как завершился этот небольшой игровой день, состоящий из 4 партий. Они уже переоделись. Как мы видим, Мартинес с себя стянул этот душный пиджак. Просто футболку надел. Ну, а Владимир Крамник поменял рубашку. Первая партия завершилась ничью. Здесь Крамник поставил коня на f6. Да, он давил, пытался поддавливать, но не вышло победить. Но стала очередь второй партии. У Крамника перевес. Есть перспектива создания отдаленной проходной. И, конечно, надо было не дать это сделать. g5 в целом нормально еще. Куда не шло. После Кроли g2 надо было играть f5, g4. Вот такую пешечную цепь выстроить. Но Хосе Мартинес, на мой взгляд, делает грубую позиционную ошибку. Он играет слон d7. Дело в том, что этот ход позволяет белым продвинуть свою пешку вперед. Вот сейчас белые a4 играть не могли, потому что она b4 висит. А теперь Крамник играет a4. И вся проблема в том, что после взятия у черных зависает слон d7. Поэтому слон c6 тут играет Хосе Мартинес. Взяли. Король g1. Тут какая-то была этюдная ничья уже. Но мы не будем ее смотреть. В результате Владимир Крамник создал себе отдаленную проходную. А Ферзимом Эншпиле решает не количество пешек, а то, как далеко задвинута пешка. И у белых она, конечно, задвинута гораздо дальше. Один шаг ей остается до того, чтобы стать Ферзем. Ну и вскоре здесь уже черные сдались, потому что нет защиты от a8-ферзь. Крамник ведет уже со счетом плюс 3. Впереди 2 партии оффлайн. Кажется, что это разгром. Но не будем спешить списывать со счетов мексиканского гроссмейстера. Здесь он играет b4. Чуть похуже получил Владимир Крамник. И здесь нас с Варухом очень удивил размен на поле b5, который исправляет структуру. Можно сыграть Ферзь c2, чтобы пешка была слабая. Да, можно черный c5 сыграть. Может быть, тут тоже особо проблем у черных нет. Но так как-то исправляем структуру со всем. По-человечески, ну, кажется, не очень качественным решением. Хотя, если конкретно смотреть, может быть, и неплохое. Погрещился я в прямом эфире. С твой не 3 играет Мартинес, нападая на пешку. Все-таки у белых небольшая инициатива. Фигуры их чуть более активные. В частности, за счет разницы в активности коней. Коней g6 плохой. Плюс слон у белых поактивнее пока что. Ну, вот что было в дальнейшем. После ладья d7, ладья c3 играет краник. Нападая и на пешку, и на коня. Забирает на a3. Пошел в атаку Мартинес. И здесь надо было сесть на b4. Да, страшновато. На g7 забирают вроде как. Какие-то всякие атакующие мотивы. На король h8 тут просто можно слон d8, слон бет f6. Еще такой вариант рассмотреть и матовая сеть. На короле f8 вроде ладья h7 есть. Но здесь выясняется, что все хорошо. У черных коней e7 есть ход. Их пешки также приходят в движение. У черных не хуже, даже поприятнее. Но краник играет пассивно. Слон f8. Следует слон c5. Этого слона, который защищает всю структуру на королевском фланге. Белые хотят разменять. И тут краник допускает грубую ошибку. Надо было брать на c5. Играть ладья c3. Ну и в дальнейшем. На ладья g7 просто можно отступить сюда. На какой ход? На ладья h7 просто забираем на c5. Тут обороноспособная равная позиция у нас. Но вместо этого ладья f3 играет краник. Хочет сбить коня. Да, ход логичный. Заманчивый. Вроде кажется, что надо играть g4. Но тогда уже пешка эта слабенькая. Можно ладья f4 здесь еще надавить. Но следует коварный ход конь e3. У кранника 18 секунд. А ладья в коробочке. Непонятно, как ее защищать. f5 играет краник. Пытается ее спасти своей пешкой. Король g2 f4. Коварный ход. На король f3 конь e5 вилка будет. Но ладья a7 следует. Грамотный ход. Блестящий. Ладья остается под боем. В заточении. Ну и она теряется, конечно же. Здесь в итоге без фигуры остался Владимир Кравник. Да, съел несколько пешек. Но позиция выигранная. Пешка c5 живая. Она скоро идет в движение. И здесь приходится сдаться. Немножко сократил разрыв счета Хосе Мартинес. И настала заключительная партия второго игрового дня. Поскольку ролик и так длинный, я не буду показывать предысторию. Там Кравник пожертвовал фигуру красиво. Ну ладно, давайте кратенько покажу и промотаю. Пожертвовал фигуру вот здесь творчески. За раз, два, три пешки еще четвертую мог забрать. У него инициатива. Неплохая позиция на самом деле. Но d5 ход не точно сделал. Надо было слон h3 играть. Ну в результате оба соперника играли не точно. Тут пешку на а7 отдал Хосе Мартинес. И четыре пешки за слона у Кравника. Ну как минимум не хуже. Как минимум не хуже. Ну вот момент истинный. Ладья a2 сыграй f3. Или король g1. Тут бы Хосе Мартинес сыграл ладья a1 и просто повторял. Я вас уверяю. Просто бы делал ничью. Тут ему не о чем больше мечтать. Ладно, хочешь поиграть на победу. Сыграй f3 e4. Но Кравник быстро делает ход. f4. Ну я думаю вы понимаете, что это грубейшая ошибка. Просто зевок. Слон d5. И слон g2 потерян. Он связан. Держать его нечем. Ну и в результате Кравник остался просто без двух слонов. И вскоре партия завершилась. Да, два поражения подряд на финише второго игрового дня. Конечно, немножко подпортили картину. Кравник по-прежнему впереди. Но сегодня следует третий и решающий игровой день. Где 14 партий подряд будут играть в онлайне. Я вас приглашаю в прямой эфир, дорогие друзья. Такое зрелище нельзя пропускать. Что вы думаете по итогу первых двух игровых дней? Право ли был Владимир Кравник, когда выдвинул свои обвинения? Как вы считаете, дорогие друзья? Обязательно пишите об этом в комментариях. Также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, где выходит оперативный контент из мира шахмат. И, разумеется, скачивайте книгу «21 критическая ошибка новичка в шамотах». Бестселлер на все времена, который я скоро перепишу. И, конечно, присоединяйтесь к нашей обучающей программе «Школа победителей». И увидимся в прямом эфире. Поболим за Владимира Крамника, ну или за Шраспема, в зависимости от ваших предпочтений. До встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok